Здравствуйте! Сегодня мы рассмотрим задачу прохождения частицы над ямой или барьером конечной ширины. Вот это продолжение тем прохождения частиц через барьеры и ямы. И вот теперь мы рассмотрим уже такую полноценную яму, у которой есть конечная ширина. Вот. Посмотрим какие получаются здесь особенности. Как обычно мы в случае вот такого разрывного потенциала, как у нас вот здесь есть, выделяем три области. Вот я их назову 1, 2, 3. И мы будем рассматривать отдельно каждую из этих областей. То есть, в принципе, здесь идея точно такая же, как и была до этого. Здесь у нас в области 1 и 0 потенциальная энергия нулевая. В области 2 потенциальная энергия у нас, ну вот, принимает какое-то постоянное значение у ноль, которое может быть как отрицательным, так и положительным. Но частицы при этом мы считаем, что у нее энергия больше, чем высота барьера. В случае, когда высота барьера больше, чем энергия частицы, ну мы рассмотрим отдельно. Значит, ну я введу сразу некие обозначения, которые будут означать фактически, ну как бы, волновое число для волн в соответствующих областях. Значит, вот 2m e на h квадрат это то, что у нас касается области 1 и области 3. Ну, почему я так делаю? Потому что мы получим вот такие конструкции в уравнении Шреддингера. То есть, значит, вот в таком виде оператор кинетической энергии. В области 1 и 3 у нас только кинетическая энергия, поэтому будет это E, Psi. Ну вот, это область 1 и 3. Ну и, соответственно, в области 2 у нас будет такая же вещь, только тут у нас будет вот U0 на Psi. Это у нас вот здесь. тоже равняется E, Psi. И, как не сложно понять с учетом, ну я повторю еще раз, вот эти первые выкладки наиболее простые и понятные. Значит, вот тут появляются вот эти коэффициенты, которые я здесь уже сразу записал. Значит, ну и здесь у нас тоже самое будет 2m делить на h квадрат. Здесь будет E минус U0. Понятно, что минус из-за того, что вот мы здесь. Так, это на Psi равняется 0. И, соответственно, получаем после наших обозначений стандартные наши дифференциальные уравнения, которые описывают, ну они являются линейными и их решение можно описать в виде соответствующих осциллирующих функций, которые соответствуют волновому движению вот в наших областях. Значит, это обычная уже такая стандартная процедура и мы понимаем, что каждое из этих уравнений будет являть себя, решение каждого из этих уравнений является осциллирующей функцией, ну то есть экспонентами с мнимыми аргументами. И мы можем записать, в принципе, решение для каждой из этих областей сшить. То есть это вот стандартная процедура, как мы уже это делали. Давайте запишем сначала, как обычно такая задача решается при, ну вот, наиболее такой прямой, на более таком прямолинейном подходе, можно так сказать. Вот мы выделим область 1, значит, которая соответствует тому, что х у нас меньше, чем минус а, и в этом случае волновая функция у нас должна, ну то есть решение, решение вот такого типа уравнений у нас там будет, но мы решение запишем вот в виде двух волн, то есть падающая и, соответственно, отраженная. Вот. Это понятно. Во втором случае, то есть вот для случая 2, там где у нас, ну давайте так, минус а, вот здесь я напишу x, ну я вот так задам, что для этой области вот сами точки а пусть входят в эту вторую область. Здесь волновая функция у нас должна записываться в виде таких же волн, только у нас здесь будет не лямбда, а мю коэффициент. И здесь тоже у нас есть волна распространяющаяся влево, это вот этот слагаемый и вправо. Ну и третья область, она у нас запишется в виде, то есть, во-первых, она соответствует случаю, когда лямбда х больше а. И там волновая функция у нас решение уже вот такого опять уравнения будет, но коэффициенты будут другие. Давайте я напишу здесь коэффициент некий f на е в степени и лямбда х. Ну и плюс, вот так давайте некий коэффициент g я поставлю, чтобы у нас буква е уже задействована в другом. Значит, и лямбда х. То есть, ну это наиболее общий характер решений, которые записаны для каждой из областей, но когда обычно решают задачу о том, что частица у нас пролетает слева направо, то вот эта слагаемая обычно кладут равным нулю, потому что, давайте вот так обозначу, потому что это будет означать, что у нас нет частицы, то есть, нет, частицы не находятся в таком состоянии, когда попала уже в область 3, что она движется как бы вот в обратном направлении. То есть, в области 3 считаем, что частица, уж если она преодолела вот эту нашу яму, то дальше она уже свободно двигается в область плюс бесконечности и оттуда назад не возвращается. Вот, то есть, и, соответственно, вот в такой постановке решают эту задачу. То есть, записав вот эти выражения для волных функций, сшивают вот здесь и здесь, и, соответственно, находят соотношение между коэффициентами, вот, между всеми этими коэффициентами, точнее, можно выразить все коэффициенты вот b, c, d и f через коэффициент а и тем самым найти, например, вероятность прохождения, вероятность прохождения частицы вот этого, вот этой ямы потенциальной. Вот. Но мы рассмотрим немножко другой подход к этому решению, к решению этой задачи, который на что опирается? Ну, то есть, что мы можем заметить в этой яме? То есть, вот я ее изобразил вот так, что начало координат мы поместили в центр этой ямы, и при таком размещении явно, ну, бросается в глаза некоторая симметрия задачи. То есть, у нас зависимость потенциальной энергии, вот у нас u от x, как у нас может быть записано? Она может быть записана в виде вот трех таких областей. То есть, это 0, если x у нас меньше, чем минус a, это область 1. Это у 0, если x у нас больше, либо равно минус a, и меньше, либо равно a, это область 2. И, соответственно, это опять же 0, если x у нас больше, чем a, вот это область 3. Вот, мы видим, что данная зависимость потенциальной энергии от координат обладает свойством симметрии. А именно, u от x равняется u от минус x. Вот, и я хочу попытаться использовать вот это, вот это свойство симметрии, для того, чтобы искать решение этой задачи так, ну, вот с явной опорой на вот это свойство симметрии. Дело в том, что такого рода особенности для различных квантовых задач, когда в них выделяются те или иные симметрии, позволяют существенно, с одной стороны, упростить техническую сторону решения задачи, а с другой стороны, позволяют увидеть, ну, некоторые, такие, общие закономерности, которые внутри задачи существуют и которые позволяют лучше понять эту задачу. Для того, чтобы мы смогли использовать вот это свойство симметрии в более-менее удобном виде, нам нужно вспомнить некоторые особенности, о которых мы уже упоминали ранее. А именно, у нас было такое утверждение, что если у нас есть, ну, давайте, два оператора, которые между собой коммутируют, я вот так вот напомню, то собственные функции этих двух операторов у нас, ну, эти два оператора имеют общую систему собственных функций. Вот тут мы хотим поиспользовать это свойство для того, чтобы искать решение нашей задачи. И напомню, что мы задачу решаем фактически вот такого вида. То есть мы ищем собственные значения оператора полной энергии. Вот фактически вот тут записаны действия этого оператора в двух областях. Но надо понимать, что это мы просто расписали конкретный вид для разных областей. А общая задача вот состоит в том, чтобы найти собственные функции оператора полной энергии. Но прежде чем приступить непосредственно к вот этой задаче, мы можем рассмотреть так называемый оператор инверсии. Ну, давайте я его вот так вот назову. Суть которого в том, что когда он действует на некоторую функцию, он возвращает волновую функцию с инвертированным вот таким вот аргументом. И наша функция потенциальной энергии фактически является, ну, собственным для этого оператора. Потому что, ну, ясно, что если мы оператором U подействуем просто на функцию потенциальной энергии, то есть мы получим потенциальную энергию с обращенным аргументом. Но в силу симметрии потенциал n равен самому себе. Вот. Значит, то есть оператор инверсии это тот инструмент, через который, ну, технически мы будем пытаться решать эту нашу задачу. Ну, для этого нам нужно кое-что про этот оператор инверсии узнать. Что-то про него такое полезное записать. Ну, что для него мы можем записать? Мы можем записать для него прежде всего то, что если мы два раза действуем оператором инверсии на какую-то функцию, то мы получим ту же самую функцию. Это, в принципе, очевидно, что если мы подействуем два раза, то мы вернем ту же самую функцию. Другими словами, можем сказать, что это будет та же самая функция умноженная на единицу. Поэтому собственное число квадрата оператора инверсии равно единице. То есть, если у нас существует некоторая функция, ну, давайте я ее обозначу, некоторая функция хи от х, которая является собственной для оператора инверсии. Пусть это число я обозначу буковкой r, например. И эта функция такова, что она является собственной для оператора инверсии. Тогда двойное действие этого оператора на такую функцию даст r квадрат на ту же самую функцию. А, как мы понимаем, этот r квадрат должен равняться единице. Но откуда несложно понять, что это r может являться либо плюс один, либо минус один. Таким образом, мы выделяем два класса функций, которые будут являться собственными для этого оператора инверсии. То есть, у нас есть так называемые симметричные функции. То есть, давайте я их обозначу с индексом s. Они возвращают ту же самую волновую функцию. То есть, это значит, что psi от симметричной от минус x равняется просто psi от x. Это так называемые симметричные функции. И антисимметричные, они состоят в том, что если мы подействуем на такую волновую функцию оператора инверсии, то мы получим ту же самую волновую функцию, но только со знаком противоположным. То есть, фактически, это значит, что... Так, тут s, тут a... Что антисимметричная функция, это фактически нечетная функция. А это вот четные функции, которые симметричны. То есть, грубо говоря, четные и нечетные функции, это на языке операторов, можно сказать, что это собственная функция оператора инверсии со своими собственными числами. Либо плюс один, либо минус один. Это мы будем использовать для поиска наших решений. То есть, мы будем искать наши решения, вот этой исходной задачи, сначала в виде четных или в виде симметрических функций, либо нечетных, то есть антисимметричных. А потом, после того, как мы эти решения найдем, мы попытаемся из этих решений сформировать такую линейную комбинацию, такую суперпозицию, чтобы она удовлетворила тому условию, что частица у нас налетает вот слева направо, проходит здесь как-то, ну и вот здесь вот уже распространяется только, только вот слева направо, и нет никакого отражения назад. Вот такая у нас будет общая программа. Ну и прежде чем мы займемся поиском, непосредственно поиском самих решений, давайте сначала покажем, что у нас действительно коммутатор оператора инверсии и оператора гамильданьяна равен нулю. Вот для случая, если у нас потенциальная энергия вот записывается вот так. То есть это значит, что у нас оператор гамильданьяна у нас выглядит в явном виде вот так вот. И, соответственно, давайте распишем вот этот вот коммутатор явным образом. То есть i на h минус h на i. Ну, предположим, что это все у нас действует на некоторую волновую функцию psi от x. Что это будет означать? Ну, значит, сначала это будет означать вот здесь вот. Вот такая последовательность действия операторов минус. Обратная последовательность действия операторов. Так, ну давайте я здесь буду писать, что это функция от x. Значит, когда мы это раскроем, что мы получим? Ну, давайте последовательно. Вот так вот. Это будет действовать на, соответственно, вот такую конструкцию. Значит, плюс здесь у нас будет u от x на psi от x. Вот. Минус, наоборот, мы должны подействовать волновым оператором полной энергии на функцию psi от минус x. Вот так вот. Ну, давайте дальше распишем, что это превратится. Значит, когда мы подействуем этим оператором инверсии вот на эту конструкцию, что мы здесь получим? минус h квадрат на 2m. d2. Ну, здесь у нас получится фактически psi от минус x. По dx дважды. А вот тут мы получим u от минус x на psi от минус x. Вот. Вот. А тут мы получим минус h квадрат на d на 2m. d2. Пси от минус x по dx дважды. плюс u от x на psi от минус x. Вот. Вот. Обращаю внимание, что здесь у нас минус x, здесь плюс x. А оператор взятия второй производной, когда мы подействовали оператором инверсии, ну вот он фактически вот в это превратился. То есть мы видим, что вот эти слагаемые у нас одинаковые, а вот эта слагаемая на данном этапе еще не одинаковая, но поскольку у нас u от x и u от минус x равны друг другу, то ясно, что эти два слагаемых тоже скомпенсируются и это фактически есть ноль. Таким образом мы видим, что действительно в случае, если потенциал симметричен, то фактически оператор полной энергии коммутирует с оператором инверсии. И наше утверждение, что, ну, наше намерение искать решение в виде вот этого решения, это уравнения в виде симметричных и антисимметричных функций, оно вполне обоснованно. И то, что мы найдем, будет также являться решением, то есть симметричные, то есть четные или нечетные функции, они, это обоснованные кандидаты в то, чтобы быть также и функциями, являющимися решением вот этого уравнения. Вот сейчас мы и переступим к тому, чтобы непосредственно уже искать сами эти решения. Теперь для того, чтобы искать решение нашей вот этой задачи, то есть, ну, или вот этой вот, в виде симметричных или несимметричных волновых функций, или же четных или нечетных, нам для начала полезно было бы понять и научиться применять оператор инверсии к волновой функции, которая задана вот таким вот кусочно гладким образом. Давайте сначала именно вот этот вопрос разберем. А именно, мы хотим применить оператор инверсии к волновой функции, которая задана вот таким способом. Значит, то есть, мы должны получать нечто вот в таком виде. Но если у нас волновая функция задана вот кусочно гладко, то как мы должны понимать, что, ну, как надо записать вот, волновую функцию, которая имеет вот аргумент, значит, ну, вот такой отрицательный. То есть, значит, если у нас сама волновая функция, сама волновая функция psi от x, давайте я ее запишу здесь, ну, вот в виде такого, ну, в виде такого, как бы вектор строки, да, вектор столбца, то есть у нее будет здесь а на е в степени и лямбда x плюс b на е в степени минус и лямбда x. И здесь я укажу, что это x меньше минус а. Теперь, здесь мы должны записать c на е в степени и мю x плюс d на е в степени минус и мю x. И здесь мы указываем, что это у нас x находится вот в таких пределах. И, соответственно, здесь я запишу f на е в степени и лямбда x, это уже третья область, да, значит, плюс g на е в степени минус и лямбда x. И это x у нас больше, чем а. В данном случае мы уже полноценно рассматриваем вот это слагаемое, не говорим, что оно равно нулю, потому что мы наиболее общий случай смотрим. И вот если это у нас есть функция сама по себе, то что будет из себя представлять функция psi от минус x? Что мы должны формально сделать? Формально мы должны везде, где у нас встречается x, подставить туда минус x. То есть если мы будем делать такую вещь, то что мы получим? Мы получим а умножить на е в степени и минус и лямбда x. Здесь вместо x я подставил минус x. Плюс b на е в степени просто и лямбда x. Вот. А здесь мы должны поставить минус x меньше, чем минус а, поскольку фактически вот это свойство, вот эти определения. То есть вот это все является, вот эти условия, они также являются частью определения нашей функции. Поэтому мы должны не только вот здесь ставить минус x, но и вот сюда тоже подставлять минус x, вот в эти условия. Вот это важно, поскольку это позволяет непротиворечивым и логически понятным способом выстраивать функцию как бы от обратного, ну от инвертированного аргумента. То есть может быть кажется, что это достаточно просто, но тем не менее здесь тоже нужна своя аккуратность. То есть здесь мы делаем вот так. Ну и соответственно в последней строке мы также заменяем x на минус x с учетом всех знаков, которые там есть. Так, лямбда x. Ну и здесь вот у нас минус x больше, чем а. Значит, и вот тут у нас и получится самое основное, ну что нам нужно. А именно, нам нужно теперь, ну давайте вот здесь я снова запишу. Нам нужно теперь фактически, ну исправить вот эти, то есть сделать так, чтобы здесь тоже были x в положительных, ну сами по себе, чтобы мы могли вот эти области определения сравнивать с этими областями определения. То есть что у нас получится? У нас вот из этого уравнения неравенство, то есть вот это неравенство, давайте так запишу, оно превращается, если мы домножаем на минус x обе части уравнения, то мы получаем, что здесь x меньше, чем минус а. Это неравенство у нас превратится в x больше, чем а. А это неравенство фактически, по сути, останется таким же, как это было, потому что, ну, мы должны вот так вот поставить. Больше, чем минус а. Если строго, то вот так. Но по сути, это неравенство совпадает с этим. И теперь мы можем записать вот в этом третьем части, ну вот, в следующий раз переписать определение этой функции так, чтобы у нас области определения также соответствовали каждой своей... ну, как... каждая строка соответствовала своей области. То есть если эта строка у нас соответствовала первой области, это второй, а это третий, то, получается, после такого применения инверсии у нас то, что было записывалось в третьей области, должно соответствовать первой. То, что записывалось в первой, должно соответствовать в третьей. Ну, а эта область остается сама по себе. Поэтому мы здесь пишем f на e в степени минус и лямбда х плюс g на e в степени и лямбда х. x меньше минус а. То есть вот, то есть это, получается, ушло вот туда. Значит, здесь средняя строка остается так же сама, на том же месте. Значит, поэтому мы ее просто переписываем. Ну, а тут я запишу, ну, как у нас и было. Ну, а вот это, соответственно, уйдет вот сюда. То есть то, что было в первой области, станет в третьей. a на e в степени минус и лямбда х плюс b на e в степени и лямбда х. И это у нас х стал больше, чем а. Вот, таким образом мы построили функцию от аргумента от минус x, так, что мы можем теперь сравнивать каждое из вот этих вот подопределений. То есть вот у нас функция определена в области 1, то есть когда x меньше минуса в области 2 и в области 3. И мы теперь можем найти некоторые соотношения на коэффициенты, исходя из того, что, например, если у нас симметричный случай, то у нас psi от минус x должно равняться psi от x. Вот. Если это у нас симметричный случай, то мы должны, значит, обеспечить вот это равенство. Но к чему это равенство приведет? Ну, давайте так. Если у нас это симметричный случай, то что мы должны записать? Мы должны записать, что а. Давайте я буду писать здесь индекс s, имея в виду, что вот это определение функции будет для симметричного случая. На e в степени и лямбда х плюс b с индексом s на e в степени минус и лямбда х. Оно должно равняться тому, что записано вот здесь вот. То есть f с индексом s на e в степени минус и лямбда х плюс g с индексом s на e в степени минус и лямбда х. Все это x меньше минус a. Вот. Отсюда мы видим, что у нас... Что отсюда получается? Отсюда у нас получается, что a с ас, то есть умножить при вот этой экспоненте, должен равняться множителю при этой экспоненте. То есть а с равняется g с. Это первое. И, соответственно, b с должно равняться f с. То есть мы видим, что для того, чтобы решение было симметричным, вот коэффициенты а и f должны быть связаны таким способом. Ну, очевидно, что если мы запишем уравнение, которое вытекает для случая, ну, для первой, для третьей области, давайте проверим, что оно приведет точно к такому же равенству, и нарушений не будет. А именно, f с на е в степени и лямбда икс, то есть я вот это теперь записываю, плюс g с на е в степени минус и лямбда икс. Оно у нас должно равняться тому, что вот здесь у нас написано. То есть это как бы psi от x, а тут psi от минус x. Значит, это а с на е в степени минус и лямбда икс, плюс б с на е в степени и лямбда икс. И это как бы x у нас уже больше, чем а. Вот, то есть, и мы видим, что это же самое, то есть второе уравнение, но приводится оно, то есть чтобы оно было справедливым, оно справедливым становится при тех же самых равенствах. То есть смотрим, а с при степени е в степени минус лямбда икс, и g с при е в степени минус лямбда икс. То есть, если они равны, то это способствует выполнению равенства одновременно с тем, чтобы вот эти тоже были равные коэффициенты. То есть мы видим, что эти два уравнения удовлетворяются вот при этих двух условиях. Вот. Ну, в принципе, так и должно, наверное, было быть, потому что мы потребовали, ну вот мы правильно применили операцию инверсии. Ну и осталось записать уравнение на третью, на вот эту, на область 2. Да, то есть у нас цс на е в степени и мю икс. Это я вот записываю. Это д на е в степени, дс на е в степени минус и мю икс. Должно равняться тому, что после инверсии. То есть цс на е в степени минус и мю икс плюс дс на е в степени и мю икс. То есть это у нас область посередине, область 2. И в свою очередь, чтобы это уравнение было справедливым, ну, нам нужно, чтобы у нас цс равнялась дс. Видим, что оно тогда выполняется. Значит, вот таким образом мы получили соотношение между коэффициентами, которые описывать будут наше симметричное такое решение, когда, ну, то есть решение нашей задачи такое, которое будет удовлетворять условию симметрии. Нужно то же самое сделать для случая, когда у нас должно быть выполнено антисимметрия. То есть, чтобы psi от минус икс равнялась минус psi от икс. Вот. Что у нас в этом случае? Ну, давайте так же само поступим. Причем, вот, второго вида уравнения можно уже и не писать. То есть, ясно, что оно приведет к тому же самому. Поэтому я запишу только, ну, вот одно уравнение. а с индексом а с индексом а на е в степени и лямбда х плюс b с индексом а на е в степени минус и лямбда х должно равняться f с индексом а на е в степени минус и лямбда х и плюс g с индексом а на е в степени и лямбда х. то есть это уравнение чтобы было справедливым нам нужно чтобы коэффициент а с индексом а так стоп значит это я применил это я использовал это само пси от x вот это само пси от x и оно должно ну давайте так минус поставим вот так вот минус оно должно равняться тому что у нас пси от минус x потому что это пси от минус x то есть это минус пси от x а это пси от минус x вот внимательно поступаем и что мы видим мы видим что равенство здесь уже будет другого характера то есть а с индексом а и жизнь с индексом а они связаны с инверсией знака то есть вот такое здесь выполняется условия и для индексов b и f соответственно b с индексом а нужно равняться также минус f с индексом а то есть вот у нас отличие если здесь эти коэффициенты были равны то здесь они равны с противоположным знаком соответственно не сложно понять что у нас будет случай с давайте то что здесь минус поставлю в случае второй области области 2 значит здесь мы записываем так здесь индекс а тоже есть индекс а е в степени минус ими x то есть это я записываю вот отсюда плюс d с индексом а на е в степени и мю x вот и отсюда мы получим что c с индексом а должно равняться так вот оно должно равняться минус d с индексом а в принципе достаточно логичный результат вот что если в симметричном случае коэффициенты равны друг другу то здесь они равны тоже друг другу по модулю но с противоположным знаком вот то есть таким образом мы можем записать следующее давайте запишем сейчас виды уравнений то есть вот для случая симметричного то есть psi s от x будет иметь следующий вид то есть значит у нас а с индексом с на е в степени и лямбда икс плюс б с индексом с на е в степени минус и лямбда икс здесь что у нас получится у нас получится ну смотрите здесь у нас мы можем записать так c с е в степени и мю икс плюс е в степени минус и мю икс здесь мы явным образом учитываем что c с равно d с а вот теперь когда мы будем записывать последнее то есть когда мы вы последние вот эту строку записывать мы используем вот эти наши равенство то есть эти равенства то есть если здесь к стоял коэффициент f то мы вместо f запишем b то есть мы запишем bs на е в степени и лямбда x то есть bs на е в степени и лямбда x плюс тут должен стоять коэффициент g но коэффициент g у нас сравнивается с коэффициентом а поэтому мы здесь пишем а с на е в степени минус и лямбда x вот это соответственно x меньше минус а это минус а а ну и здесь x больше чем а то есть вот это получается у нас выражение для симметричной волновой функции и также запишем антисимметричную то есть нечетную функцию волновую но здесь у нас будет следующее то есть сверху также мы пишем выражение которое ну такой же как и здесь снизу во второй области мы будем учитывать что у нас c а это минус d поэтому здесь будет е в степени и мю x минус е в степени минус и микс и соответственно здесь теперь смотрим что внизу у нас должно быть внизу вместо f мы пишем соответственно минус b то есть минус b а на е в степени и лямбда x а вместо же мы будем писать минус е в степени минус и лямбда x вот то есть это по-прежнему x меньше минус а это минус а x а ну и вот это соответственно так мы с точки запятой тоже поставить это соответственно x больше чем а вот то есть вот мы получили вид симметричного решения и антисимметричное решение для нашей задачи с нашим с нашей вот такой вот ямой да то есть вот эта яма вот эта яма и две области и соответственно для каждой из этих областей свой вид волновой функции но будучи записанным в целом вот в таких двух видах они описывают симметричную волновую функцию и антисимметричный относительно центра вот дальше мы будем решать дальше мы будем решать наше уравнение то есть находить условия сшивок отдельно для каждой из этих с вот на границе плюс а значит что мы должны записать значит для симметричной волновой функции будем записывать условия шивки вот в таком виде значит это у нас сама непрерывность непрерывной ценой функции значит мы должны взять вот значение которое описывается вот этом вот в этой строке потому что мы здесь берем а минус это значит что у нас будет cs на экспоненту степени и мю вместо икса оставим а плюс е в степени минус и мю вместо икса у нас а и это должно равняться тому что описывается вот с этой стороны значит вот с этой стороны это у нас описываться должно вот этой вот в этой строке это у нас задано поэтому bs на е в степени и лямбда а плюс а с на е в степени минус и лямбда а вот это у нас получилась запись на непрерывность самой функции непрерывность производной то есть мы вычислим производные вот этих выражений и сразу получим запишем что получится значит общий множитель и мю cs здесь у нас будет е в степени и мю а точно так же здесь когда производную считали здесь у нас минус должен остаться вот значит здесь минус и мю а ну а здесь у нас общий множитель будет и лямбда поэтому и лямбда и в скобках у нас bs на е в степени и лямбда а минус а с на е в степени минус и лямбда а вот то таким образом у нас получилось уравнение для симметричного решения уравнения сшивки теперь соответственно антисимметричный случай здесь у нас psi а от также а плюс нужно равняться а минус здесь здесь а а плюс так ну здесь ну понятно да что мы опять эти же обе границы смотрим также запишем только здесь теперь с учетом вот этих вот этого вида волновых функций значит вы получится у нас c а на е в степени и мю а минус е в степени минус и мю а должно равняться минус б а на е в степени и лямбда а минус а с индексом а на е в степени минус и лямбда а вот 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 получились у нас такие так это это еще не все это значит у нас на саму функцию уравнение сшивки и на производную и мю c а на е в степени и мю а здесь у нас плюс е в степени минус и мю а равно минус б а на е в степени и лямбда а я производную и лямбда потом запишу здесь плюс е в степени и лямбда а производную в том смысле что действует производный и лямбда вот вот теперь мы видим что у нас есть соответствующие уравнение на непрерывность функции непрерывность производных и теперь из них мы можем из этих двух уравнений связать коэффициенты bs и а с коэффициенты bs cs и а с между собой и здесь аналогично c а б а через коэффициент а а вот значит как это сделать ну наиболее просто наверное представить что мы вот это выражение верхнее домножаем на домножаем например на и лямбда на минус и лямбда и соответственно если мы домножим верхнее на и лямбда и вычтем сложим точнее их друг с другом тогда у нас коэффициент bs уйдет и что у нас получится значит если мы домножаем на минус и лямбда тогда у нас здесь будет cs ну давайте прежде чем мы дальше будем это упрощать мы сделаем здесь некоторые замены то есть мы увидим что вот это у нас превращается фактически в косинус а это у нас синус да то есть мы перепишем это вот таким образом cs на 2 косинус мю а здесь у нас останется то же самое bs на е в степени и лямбда а плюс а с на е в степени минус и лямбда а а здесь у нас фактически два и синуса но и когда с этой минимой единичкой станет ну перемножится будет минус то есть фактически здесь минус cs на два синуса мю а равняется здесь и лямбда у нас остается так только два мю а здесь здесь и лямбда за скобками осталось как есть значит и тут просто переписываем вот так значит вот это у нас вот эти два уравнения приобрели более компактную форму но здесь у нас будет аналогичная вещь только здесь у нас 2 и синус вот в первом уравнении то есть значит 2 и c а синус мю а равняется но минус мы здесь давайте ну ладно пока не будем ничего писать пока будем писать вот так вот чтобы нам скобки не перегружали не перегружать себе скобками так и здесь когда мы тоже свернем вот эти экспоненты в косинус но здесь будет просто два косинуса значит это будет 2 и косинус мю а значит ну все вроде бы правильно да и должно равняться здесь я вначале напишу и лямбда ну а здесь вот скобки как у нас было в скобках так и оставим вот то есть вот у нас эти уравнения стали немножко проще теперь из этих двух пар уравнений нужно выразить соответственно коэффициенты cs через а и бс через а с и здесь c а через а а и б а через а а вот так значит что мы сделаем в этом в этом уравнении верхнее уравнение домножаем на и лямбда и вычитаем из этого верхнего домноженного на и лямбда соответственно нижнего нижняя значит при вычитании здесь в левой части у нас общие слагаемое cs умноженное на 2 скобках останется значит домножали верхние на и лямбда значит и лямбда на косинус мю а и при этом вычитаем нижняя значит при вычитании минус у нас станет также перейдет в плюс плюс мю синус мю а домножили на и лямбда и соответственно вычитаем значит для чего вычитали чтобы вот это слагаемое у нас взаимно уничтожилось здесь будет соответственно а с индексом s на е в степени минус и лямбда а значит домножено оно было на и лямбда ну и поскольку мы вычитали минус то стало быть здесь просто будет коэффициент двойки равный значит отсюда у нас не сложно получить отсюда нам не сложно получить связь между cs и ас значит давайте сразу ее и запишем значит двойки у нас уйдут а с на е в степени минус и лямбда а значит числитель у нас остается знамен это и лямбда а в знаменателе у нас будет и лямбда косинус мю а плюс мю синус мю а вот это выражение для связи коэффициентов cs и bs значит теперь давайте антисимметричный сразу случае рассмотрим сделаем аналогичную вещь также свяжем коэффициенты c а с коэффициентами а а что для этого здесь надо сделать здесь нам надо вот этот коэффициент bs b a взаимно чтобы уничтожился поэтому мы также домножим верхнее уравнение на и лямбда но будем вычитать вычитать будем теперь давайте вычитать из нижнего в верхнее значит что у нас будет 2 c а значит здесь что у нас получается внизу мы вычитаем из нижнего в верхнее значит здесь должно остаться и мю косинус мю а мы вычитаем то что здесь у нас будет после домножения на и лямбда на и лямбда здесь у нас будет минус и лямбда И еще раз на i Точнее просто минус лямбда Поэтому здесь будет плюс лямбда синус мю а Значит все это у нас с левой части С правой части у нас и лямбда на Ну давайте коэффициент аа на е в степени минус и лямбда а остается Здесь и лямбда и вычитаем еще раз Минус и лямбда поэтому фактически 2 и лямбда Так же как и здесь Соответственно получаем выражение для связи коэффициента ца и аа Значит сразу записываю Здесь двойки уйдут в числителе так же и лямбда В знаменателе у нас будет и мю косинус мю а Плюс лямбда синус мю а Так ну мы замечаем что выражения получились похожими Но они не идентичны Потому что здесь и мю косинус мю а Здесь и лямбда косинус мю а Поэтому все таки несмотря на некоторую схожесть Разницы в этих выражениях вполне присутствуют Теперь нужно выразить коэффициенты бс через коэффициенты ас Значит что для этого мы сейчас сделаем Как здесь мы поступим Ну аналогичным образом только здесь умножать придется чуть-чуть больше Поскольку теперь нам надо нейтрализовывать будут вот эти вот функции цс Поэтому верхнюю строку мы домножим на мю синус мю а А нижнюю будем домножать на соответственно косинус мю а просто И при сложении в данном случае у нас занулится левая часть Поэтому я сразу пишу Сразу пишу 0 равняется Потому что при сложении они занулятся Значит давайте так писать Коэффициент бс на е в степени и лямбда а Вот на что он здесь домножится Поскольку нижнюю строку, нижнее уравнение Мы сказали что мы будем домножать просто на косинус мю а Поэтому здесь будет и лямбда Поэтому здесь будет нижнюю мы домножаем просто на косинус Да, поэтому здесь и лямбда на косинус мю а А верхнюю нам надо домножать на мю синус мю а Чтобы при сложении они компенсировались Вот левая часть Значит и мы складываем Поэтому верхняя у нас домножалась на мю синус Поэтому мю синус мю а Вот Это то что связано с коэффициентом бс Еще раз Мы верхнее, нижнее уравнение домножим ли просто на косинус Поэтому здесь и лямбда косинус В верхнее домножили на мю синус Чтобы здесь Чтобы эти два слагаемых взаимно уничтожились Поэтому здесь мю синус Плюс коэффициент а с Он на что домножается? Так, ну он во-первых домножается еще на е в степень минус и лямбда а Понятно, да? Но теперь что у нас тут возникает? Когда мы домножаем То же самое, да? Только здесь будет Как вот То что Вот этот множитель Такой же здесь будет Только с учетом этого минуса Мы пишем минус и лямбда Косинус мю а Так, ну я здесь заеду На эту область Значит, дальше что? И мы складывали с верхним уравнением Которое у нас Домножалось на мю синус И поэтому здесь просто мю синус Мю синус мю а Вот И из этих Из этого уравнения Мы сразу можем записать Коэффициент связи Уравнение связи Коэффициент а с коэффициентом а с Значит, переносим в другую сторону Делим Значит, здесь у нас будет Экспонента в степени Минус 2 и лямбда а Здесь у нас дробь И что у нас В числителе этой дроби В числителе этой дроби У нас должно быть Должно быть вот это Но с учетом того, что мы Переносили в другую сторону То у нас знак поменяется То есть и лямбда Косинус мю а Минус мю синус мю а Вот так Значит И, соответственно, здесь остался Остался такой же знаменатель Так, я уже переписываю Вот Это связь между коэффициентом bs и as Теперь Так же мы должны сделать С антисимметричными уравнениями Что мы тут делаем Значит, мы здесь тоже Домножаем, соответственно, верхнее уравнение На мю косинус Нижнее уравнение Домножаем просто на синус И вычитаем Вычитаем Например, из Нижнего в верхнее Как обычно В любом случае у нас здесь Будет ноль Равно Значит, чему он равно Значит, сначала запишем Коэффициент b a На e в степени и лямбда а В скобках Значит, поскольку мы Нижнее уравнение Домножали на синус Поэтому здесь должно быть И лямбда Синус Мю а На синус Потому что нижнее уравнение Домножаем на вот На этот синус А верхнее мы на мю косинус Значит, и лямбда Синус а Но у нас здесь минус есть Вот так Минус здесь и минус здесь Вынесем минус наружу Вот этот вот минус Поэтому здесь и лямбда синус а И лямбда синус а Который вот здесь мы домножали И мы из нижнего Вычитаем верхнее Поэтому Когда мы вычитаем Мы должны вычесть то На что мы домножали В верхнее уравнение А верхнее уравнение Мы домножали на мю На мю косинус Значит Мю Косинус Мю а Значит Вот это получилось у нас При сложении Вот этих коэффициентов БС При БС Дальше Мы должны записать Плюс а С индексом а На е в степени Минус и лямбда а И на что оно здесь У нас домножится Значит Аналогично Здесь И лямбда синус мю а И лямбда синус мю а И мы опять Из нижнего Вычитали верхнее Поэтому у нас должно быть Верхнее Которое домножено на мю косинус Но мы вычитали И поэтому там Минус станет Вот этот минус станет плюсом Значит Плюс Мю Косинус Мю а Вот так Мю косинус Мю а Значит Ну я сразу тут Вот запишу Что Ба Будет записано Как а с индексом А на е в степени Минус 2 и лямбда а Когда мы перенесем Перенесем Ну и вот здесь У нас будет Ну фактически Все что здесь есть То есть И лямбда Синус Мю а Плюс Мю Косинус Мю а Разделить на вот этот Значит этот минус Как раз Скомпенсируется Когда перенесем На другую сторону Поэтому здесь будет Аналогичное соотношение Значит Вот такие вот два у нас Такие две связи Которые мы Для дальнейшего Запишем так Мы скажем что ЦС Это у нас АС Умноженное на некий коэффициент МС Где под МС Мы будем понимать Всю вот эту конструкцию БС Это будет А с индексом МС Умножить на КС То есть КС Это вот это все Дальше ЦА Мы запишем Что это А с индексом А умноженное на МА Ну и соответственно БА Также это будет А с индексом А умноженное на КА Вот И вот эти коэффициенты КС КА МА И МС Они соответственно Ну Очевидным образом Определяются Из этих соотношений Вот с ними дальше Мы будем Ну мы будем просто Обозначать Через эти КА И КС Дальнейшие выражения Теперь Используя Найденное Фактически решение Для волновых функций Симметричной И антисимметричной Нужно Из этих функций Построить Такую Суперпозицию Чтобы мы Получили Фактически Решение В котором Вот Ну которое Соответствует Распространяющейся Частицы Слева Направо То есть Вот так Вот Значит Для этого Нам надо построить Из этих функций Такую Суперпозицию Чтобы В ней Вот коэффициент Вот этот Вот Который Описывает Волну В третьей области Чтобы Вот В ней Вот этот Коэффициент Был равен Нулю То есть Такую Суперпозицию Из вот этих Функций Мы будем строить Чтобы коэффициент Вот этот G Соответствующий Отраженной Волне В области Три Чтобы он Равнялся Нулю Значит Для этого Мы поступим Следующим образом Запишем Волновую функцию То есть Которая у нас Есть Решение В виде Следующей Суперпозиции Альфа Мы должны Лямбда Лямбда Нулю Ну и Отсюда А с другой АА АА АС Вот в таком Виде Значит Вот Что мы Делаем Дальше Например С коэффициентом Дальше Возьмем Давайте Коэффициентом Для области Аналогично Группируем Слагаем И получаем Что коэффициент А у нас Будет Выражаться Как Альфа АС То есть Вот Вот И соответственно Вот Плюс Бета АА Отсюда Следует Что Поскольку Бета АА Равняется Альфа АС То это Будет Просто 2 Альфа АС Таким Образом Мы Видим Что Мы Через Коэффициент Альфа АС Очень Легко Можем Получить Связь С Самим Коэффициентом А Вот Это Очень Удобно Связь Простая Поэтому Давайте Продолжим Дальше Значит Давайте Теперь Для коэффициента Б Запишем Выражение Это Будет Альфа Б С Вот Значит Плюс Бета Б А Заменяя БС И БА Через Ну Через Коэффициенты К И К Соответственно Запишем Альфа А С На К С Плюс Бета А А А На К А И Аналогично Используя Это соотношение Альфа АС Получим На КС Плюс КА То есть Мы видим Что Выражение Для Коэффициента Б Связь Коэффициента Б С коэффициентом Альфа АС Такая же Как Коэффициента Ф Только Здесь Минус Здесь Плюс Вот Очень Похоже Симметричное Решение Получилось Ну и дальше Нам нужно Аналогичную Процедуру Провести Для Коэффициентов Для определения Коэффициентов С и Д То есть Мы будем Записывать Теперь Для области 2 Суперпозицию То есть Альфа Умножить На С На Е В степени И Мю Х Значит Вот Плюс Альфа Умножить На С На Е В степени Минус И Мю Х Плюс Бета Умножить На С А Значит На Е В степени И Мю Х Так А здесь Минус Поэтому Здесь Минус Бета Умножить На С А На Е В степени Минус И Мю Х И все Это Должно Равняться Просто Коэффициенту С На Е В степени И Мю Х И Коэффициент Д На Е В степени Минус И Мю Х То есть Коэффициенты С И А Это Те Что Соотносятся Вот Волне Которая Уже Идет Только Слева Направо Приравниваем Коэффициенты И получаем Что С Должно Равняться Чему Альфа На С То есть Вот Они Да Плюс Бета На С А Вот Что С этим Мы Делаем Мы Учитываем Что Коэффициенты С И ЦС И ЦА У нас Связаны С коэффициентами АС И АА Через Множители М Поэтому мы Здесь Пишем Так Альфа АС На МА Плюс Бета АА На М Так Извини Здесь МС А Здесь МА Вот Ну и Соответственно Используя Вот это Соотношение Мы Сразу Получаем Альфа АС На МС Плюс МА Вот Ну и Соответственно Для Коэффициента Д Альфа С Минус Бета СА Ну потому Что здесь Минус Соответственно Альфа АС МС Минус Бета АА МА И все Это Приходит К тому Что равно Альфа АС На МС Минус МА Ну то есть Собственно Говоря Очень Такие Простые Соотношения Получились Вот Если Записывать Через Коэффициенты Вот эти КС И КА Вот И поэтому Мы Дальше Нам останется Только записать Сами Вот эти Разницы И суммы КС Плюс КА И КС КС Плюс Минус КА И МС Плюс Минус МА Значит И вот Это Эти выражения Нам даст Окончательный вид Соотношения Между Ф И АС Ну давайте Только еще Здесь Выпишем Еще раз Коэффициент Соотношения Связывающие Коэффициенты Ф Б И С и Д С коэффициентом Сами коэффициентом А Да Который Вот у нас Равен 2 Альфа С То есть Чтобы у нас было Не через произведение Альфа На АС А через Сам коэффициент А Тем самым Наша исходная Система Которая у нас была Она будет решена То есть Мы найдем Все соотношения Между вот этими Коэффициентами А Б С Д И Ф Все их свяжем Через коэффициент А Вот И если мы для этого Будем использовать Вот эти коэффициенты МС МА КС КА Это будет выглядеть Особо просто А именно Коэффициент Б У нас Получится Равен Просто коэффициенту А Умножить на КС Плюс КА Делить на 2 Ну потому что Здесь двойка Коэффициент Ф У нас будет Также равен Коэффициенту А Умноженное на КС Минус КА Делить на 2 Соответственно Здесь Коэффициент С у нас Равен Коэффициент А Умножить на МС Плюс МА Делить на 2 И коэффициент Д У нас равен Давайте так Коэффициенту А Умножить на МС Минус МА Делить на 2 Вот Это Можно сказать Некий такой Промежуточный Этап Вот Но Зато эта форма Явным образом Обнаруживает Некие элементы Симметрии То есть Эти коэффициенты КС КА МС МА Вот Они Симметричны Их Суперпозиция То есть Сумма Или разница Вот дают Различные коэффициенты Вот Нашей задачи Теперь давайте Начнем С того Что запишем Сумму Или Разницу Вот этих коэффициентов МС И МА Для этого Вот Нам нужно будет Использовать Вот эти Соотношения Фактически Для них Запишем Следующим образом То есть МС Я буду писать Вот так Вот Плюс Минус МА Сразу Чтобы Сократить Время и место Соответственно Коэффициент МС Это тот Который у нас Вот здесь Вот Вот в этом Соотношении Участвует Это будет Следующее Значит Е в степени Минус И Альфа А Это мы Перепишем Значит Скобку Раскроем Здесь у нас Вот эта Дробь Значит В числитель У нас И лямбда А в знаменателе Вот этот Вот эта сумма И лямбда Косинус Мю А Плюс Мю На синус Мю А Значит Мы фактически Записали Вот здесь Коэффициент МС Дальше Мы здесь Напишем Плюс Минус Плюс у нас Сверху будет Сверху знаки Все соответствующие Плюсу Внизу все знаки Соответствуют Минусу Ну и теперь Вот это надо записать Коэффициент Экспонента Е в степени Минус Альфа А он такой же Поэтому мы его Фактически вынесли Ну и здесь Запишем Так же Дробь И альфа Здесь будет И Мю Косинус Мю А Плюс Лямбда Синус Мю А Ну и здесь Закрыть скобку Значит Что мы теперь Видим Ну во-первых Мы видим Что коэффициенты И лямбда Также можно было Вынести И мы фактически На следующую стругу Так и запишем То есть И лямбда Е в степени Минус И лямбда А Дробь Скобку открываем И здесь Нам нужно Фактически Что сделать Привести К общему Знаменателю Ну поскольку И лямбда Мы вынесли За знак Скобки То Что здесь Получится Будет И Мю Косинус Мю А Плюс И Нет Плюс просто Лямбда На синус Мю А То есть Мы К общему Знаменателю Здесь все Приводим Здесь я Запишу Плюс Минус И здесь Открою Скобку И в скобках Запишу То что Произ Ну вот Фактически Этот знаменатель Поскольку Мы его сюда Заводим Значит Косинус Мю А Плюс Мю Синус Синус Мю А Тут умножить Синус Мю А Вот Значит Это у нас Такой Такой Числитель Теперь Что в знаменателе Знаменатель у нас Просто С произведения Ну давайте Значит Мю И Мю И Лямбда Это значит Минус Мю Лямбда Косинус Квадрат Мю А Значит Это вот Это на Это Дальше Плюс И Мю Квадрат Синус Мю А Косинус Мю А То есть Это мы Фактически Вот Первое Отсюда Слагами Перемножили Дальше И Лямбда Синус Мю А На Это Будет У нас И Лямбда Квадрат Синус Мю А На Косинус Мю А Здесь Продолжим И соответственно Еще Последнее Сомножитель То есть Плюс Лямбда Мю На Синус Квадрат Мю А Значит Вот Такое Вот Получается Выражение Ну Давайте Теперь Немножко Попытаемся Здесь Упростить Что У нас Здесь Будет В этом Случае Значит Здесь И Лямбда Е В степени Минус Так И Лямбда А Это У нас Как и было По прежнему Так Теперь Что у нас Здесь Что мы Видим Ну Мы можем Объединить Некие Слагаемые С косинусами Да Например Вот у нас Косинус Здесь Лямбда Ну давайте Запишем Так Будет у нас Значит Здесь И Даже можно Написать Так И На Косинус Мю А В скобках У нас Здесь будет От этого Мю От этого Лямбда Но плюс Минус Получится Плюс Минус Лямбда Вот так Вот И Мы можем Еще Написать Что у нас От синуса Будет Давайте Запишем Синус Мю А Вот Ну и Что в скобках Здесь у него Лямбда А здесь Плюс Минус Плюс Минус Мю Получается Да Просто Мю Вот Ага И мы Видим Что Конструкции Плюс Минус Или Плюс Минус Здесь Вместе Ну то есть Значит мы Может еще Что нибудь Упростим Давайте Дальше Смотреть Что у нас Знаменателя Здесь у нас Мю Лямбда Косинус Мю Лямбда Синус Квадрате То есть Мы можем Вот так Сделать То есть Лямбда Мю Умножить На Минус Косинус Квадрат Мю А Плюс Синус Квадрат Мю А Вот И здесь Еще мы Можем Что Увидеть Что у нас Здесь Синус Косинус То есть Давайте Так Скобку У нас Будет Мю Квадрат Плюс Лямбда Квадрат А здесь И На Синус Мю А На Косинус Мю А Вот Получается Вот такое Вот Выражение Значит Ну давайте Дальше Еще немножко Упростим Значит И Лямбда И Лямбда Дальше Е в степени Минус И Лямбда А Что у нас Здесь Получается Здесь мы Видим Что Мю Плюс Минус Лямбда Может быть Вытащена За скобками Плюс Минус Лямбда Значит И Что у нас Тут Останется Здесь Будет И Косинус Мю А А вот Здесь Поскольку У нас Здесь Было Плюс Когда Мю Плюс Лямбда Здесь у нас Получается Знак Плюс Должен Оставаться Поэтому Сверху Мы напишем Плюс А когда Был Минус Вот здесь Минус Вынесли Мю Минус Лямбда Поэтому Здесь Надо написать Минус Чтобы Учесть Переворачивание То есть Минус Синус Мю А Минус Вот так Вот так Вот Вот Таким Образом У нас Получается Теперь Давайте Еще Немножко Упростим Знаменатели Что у нас Знаменатель Здесь у нас На самом деле Косинус Двойного Угла Поэтому Мы напишем минус лямбда мю косинус 2 мю а. А здесь тоже синус двойного угла, он только у половины. Поэтому плюс и на 2 мю квадрат плюс лямбда квадрат на синус 2 мю а. Теперь, если мы посмотрим сюда, и мы видим, что если мы вынесем минимую единицу за скобки, то здесь фактически будет косинус плюс-минус некий и на синус мю а. То есть мы сможем это в формулу Эллера записать. Давайте вынесем эту минимую единицу за скобки. Когда мы ее вынесем с этой минимой единицы, то есть у нас будет уже просто минус и лямбда е в степени минус и лямбда а. Значит, ну вот снова здесь дробь. Здесь будет мю плюс-минус лямбда. А что у нас здесь останется? Здесь у нас будет косинус от мю а. Поскольку мы хотели вынести минус, ну то есть мы и вынесли минус, да, то вот здесь, когда у нас, когда у нас здесь минус стоял, то минус здесь это фактически и квадрат, поэтому внизу я напишу плюс, а здесь я напишу вот так вот. Давайте сначала и синус мю а. Вот. А что будет сверху? То есть сверху у нас плюс, но этот плюс мы можем записать как минус 1 на минус 1. Но одна минус 1 превратится в и при выносе минус 1 наружу, а другой минус должен остаться. Поэтому у нас останется вот такая вот конструкция. Ну и в знаменателе мы пока оставим, просто перепишем его. Так, ну я уже переписал просто. Вот, вот так. Ну и в итоге, значит, к чему мы здесь приходим? К чему мы здесь приходим? Приходим к тому, что вот этот косинус опять сворачивается, значит, по формуле Эйлера. И в итоге мы можем сказать, что у нас получается следующая итоговая формула. Значит, лямбда на мю, этот минус я сюда внесу, здесь будет минус плюс лямбда на экспоненту, я так распишу, минус и лямбда а умножить на экспоненту в степени, а вот здесь у нас минус плюс, поскольку это формула Эйлера, и мю а. Вот так вот, да? Ну и разделить вот на то, что у нас здесь есть. На косинус 2 мю а плюс и на 2 мю квадрат плюс лямбда квадрат на синус 2 мю а. И, наверное, совсем уже окончательно запишем вот так вот. Лямбда на мю минус плюс лямбда на Е в степени минус и в скобках лямбда плюс минус мю на А делить, соответственно, на лямбда мю косинус 2 мю а плюс и на 2 мю квадрат плюс лямбда квадрат на синус 2 мю а. Таким образом мы видим, что вот коэффициент ms плюс минус ма принял вот такой вид. Если говорить о модуле, то понятно, что вот этот модуль этого числа единица, ну а здесь будут какие-то осцилляции. Вот. Таким образом мы фактически нашли связь между нашли фактически выражение для коэффициентов c и d. Вот. То есть если мы будем знать коэффициент а, а всегда можно принять единицы, например, то тогда коэффициенты c и d у нас фактически определены. Теперь аналогично произведем вычисление для разности кс плюс минус ка. Также будем записывать также будем записывать с обоими двумя знаками. То есть кс плюс минус ка. Значит, вот это у нас будет равняться чему? Значит, экспоненты в степени минус, значит, экспоненты в степени минус 2 и лямбда а. Это то, что у нас общий множитель. Скобку открываем. Ну и здесь, соответственно, вот эти две дроби. Первая у кс это и лямбда косинус мю а минус мю синус мю а делить на и лямбда косинус мю а плюс мю на синус мю а. Это первая дробь. Теперь здесь мы ставим вот этот тоже такой двойной ныжднак плюс-минус и вторая дробь. Вторая дробь вот эта. Значит, и лямбда синус мю а плюс мю косинус мю а. И знаменатели аналогично. Минус мю косинус мю а. Вот, значит, вот записали эту разницу и теперь также приводим к общему знаменателю. То есть экспоненты здесь минус 2 и лямбда а. Это у них общий множитель. Ну и теперь вот нам нужно аккуратно перемножить каждую из этих скобок фактически. Давайте будем этот знаменатель на этот числитель умножать. И лямбда и лямбда минус лямбда квадрат. Косинус синус, значит, синус мю а на косинус мю а. Дальше, значит, и лямбда на мю. Значит, минус и мю лямбда синус квадрат мю а. Теперь вот это слагаемое. Минус мю косинус на и лямбда. И лямбда мю косинус квадрат мю а. И мю на мю, значит, плюс мю квадрат синус мю а на косинус мю а. Вот. Это мы выполнили перемножение вот этой скобки на вот эту. Ну давайте вот здесь я напишу плюс-минус. И здесь у меня вот плюс-минус. И здесь я буду записывать перемножение вот этих двух скобок. Значит, так. И лямбда на и лямбда. Значит, здесь у нас получается минус лямбда квадрат косинус на синус. Значит, синус мю а на косинус мю а. Это вот это. Дальше. И лямбда косинус мю а на мю косинус. Значит, тут будет плюс и лямбда мю на косинус квадрат мю а. Это мы вот это слагаемое на второе перемножили. Теперь мю синус мю а на и лямбда, значит, плюс и лямбда мю на синус квадрат мю а. Ну и, соответственно, мю синус мю а на мю косинус мю а. Значит, плюс мю квадрат косинус мю а на синус мю а. Вот. Значит, и вот это вот у нас все. Ну вот оно у нас все должно разделиться на некий общий знаменатель. Но я, наверное, этот знаменатель один раз только выпишу. Ну то есть понятно, что он должен быть общим. Так, давайте. Значит, выписываем теперь знаменатель. И лямбда на и лямбда, значит, тут минус лямбда квадрат косинус на синус. Значит, косинус мю а на синус мю а. Вот. Это мы вот это перемножили. Дальше. Плюс и лямбда мю синус квадрат мю а. Дальше. Минус и лямбда мю, это вот это вот сюда, на косинус квадрат мю а. Ну и, соответственно, плюс, нет, минус, минус мю квадрат синус мю а умножить на косинус мю а. Ну вот здесь плюс-минус, знак помешал. Вот. Ну вот такой вот знаменатель. Давайте сейчас мы его упростим немножко. Все это выражение. Значит, сейчас мы его упростим. Давайте. Как мы его упростим? Ну, во-первых, нам надо произвести само сложение и вычитание. Ну, давайте посмотрим, что у нас здесь есть. Что у нас здесь. Какие у нас слагаемые тут отделяются. Во-первых, лямбда квадрат синус косинус мю. Тут тоже синус косинус. Вот. Значит, смотрите. Давайте, наверное, здесь стоит вот так вот раздельно записать. Как бы знак плюс отдельно записать и знак минус. Если здесь знак плюс, то здесь лямбда квадрат синус косинус со знаком плюс. И здесь лямбда квадрат синус косинус тоже со знаком плюс. Значит, вот эти два слагаемых, они сложатся. Аналогично и с мю квадрат. Значит, эти тоже сложатся. Можем записать вот так вот. Значит, E в степени минус 2 и лямбда А умножить. Значит, лямбда, как мы сказали, значит, синус мю А на косинус мю А. Значит, в скобках видим, что вот эти два слагаемых складываются. Значит, 2 минус 2 лямбда квадрат. И здесь эти тоже сложатся. Значит, здесь будет плюс 2 мю квадрат. Теперь давайте смотреть, что получается с этими слагаемыми. Ну, во-первых, здесь видно, что сумма косинус квадрат плюс синус квадрат это в единицу складывается. Здесь также. Но здесь они со знаком минус, а здесь со знаком плюс. И когда здесь знак плюс, эти слагаемые взаимно уничтожаются. Поэтому больше здесь ничего не остается. Вот. Теперь, ну, давайте тут запишем еще знаменатель. Что в знаменателе? Лямбда квадрат и мю квадрат с похожими со множителями. Значит, но там минус только, да? Значит, минус синус мю А на косинус мю А. Все это умножается на сумму лямбда квадрат плюс мю квадрат. Вот это. А здесь у нас плюс и лямбда мю. Синус квадрат мю А. Минус косинус квадрат мю А. Вот это получилась такая, такой, такой знаменатель. Вот. Ну, здесь, в принципе, тоже видно, что здесь будут двойные углы. Синус, это косинус двойного угла с противоположным знаком. Это синус двойного угла. Так. Здесь минус, здесь плюс. Ну, хорошо. Это у нас, фактически, это соответствует КС плюс КА. И надо еще записать разницу. Значит, что у нас будет с разницей? С разницей у нас будет следующее. Вот эти слагаемые у нас взаимно уничтожатся, потому что здесь минус. А вот эти как раз, наоборот, взаимно сложатся. То есть мы можем записать так. Минус 2 и лямбда мю. Ну, и все, поскольку синусы с косинусами сложились в единицу. Двойка, потому что понятно. Ну, и теперь давайте здесь запишем, что у нас получится. Здесь у нас есть минус лямбда квадрат плюс мю квадрат умножить на синус 2 мю А делить на 2. Это вот здесь. А вот тут у нас тоже минус и лямбда мю умножить на косинус 2 мю А. То есть это можно даже еще немножко упростить, потому что видно, что здесь у нас минусы, какие-то мнимые единицы. Ну, давайте минусы просто уберем. То есть у нас будет е в степени минус 2 и лямбда А. Значит, здесь будет 2 лямбда мю. Здесь у нас будет, ну, я вот с этой стороны запишу, и лямбда мю на косинус 2 мю А плюс лямбда квадрат плюс мю квадрат делить на 2 на синус 2 мю А. Вот так вот. Значит, получается вот такое вот выражение. Это все у нас КС минус КА. Вот у нас по условию частица на эту яму налетает слева направо. Значит, будем считать, что вот у нас есть поток налетающей частицы, который описывается фактически вот этой волной. мы его обозначим как ЖА. Вот этот поток налетающей частицы. ЖИ с индексом А. Отраженная здесь волна, ей сопоставим поток ЖИ Б. Вот я здесь буду описать. Здесь у нас, соответственно, тоже есть волна, распространяющаяся вправо и влево. Значит, здесь это ЖИ с индексом С, описанным вот этой волной. И ЖИ с индексом Д описывается вот этой волной. Ну и здесь у нас уже только распространяющаяся вправо волна. здесь только G, F. Вот. И наша задача сейчас в том, чтобы выписать все эти потоки через вот эти амплитуды, ну и параметры лямбда. Так, ну вспомним для начала, что если вот у нас волна или, ну, задавалась, волновая функция задавалась в виде волны, вот такого типа, псинольный экспонент это в степени И, П, деленное на H, Х, вот, то поток плотности, вероятности для такой, для такой волновой функции, для частицы в таком состоянии, у нас записывался, как псиноль в квадрате, деленное на P, умноженное на P, деленное на M, где P это вот этот импульс, ну, а M это масса частиц. Вот. Это значит, что для наших волн, которые у нас записаны тоже в таком же виде, только вот это P на H у нас там обозначено либо как мю, либо как лямбда. То есть, можно сказать, что P с индексом лямбда это у нас будет H на лямбда и P с индексом мю это будет H на мю. Вот. Это значит, что наши потоки плотности, вероятности для областей, которые мы только что ввели, будут выглядеть следующим образом. Значит, модуль а квадрат умножить на H лямбда деленное на M поток обратный Gb это фактически модуль B в квадрате умноженное на H лямбда деленное также на M поток внутри ямы Gc это модуль C в квадрате на H здесь у нас мю на M поток также внутри ямы но дроженный это модуль D в квадрате H мю деленное на M и поток уже волны соответствующий полному прохождению всей ямы Gf это модуль F в квадрате умноженный на H лямбда деленное на M то есть вот такие у нас выражения для всех для потоков которые у нас есть ну и теперь давайте мы что нужно фактически нужно построить вот эти вот B квадрат C квадрат модули квадратов вот этих вот коэффициентов с учетом того что у нас есть ну а что у нас есть то есть у нас фактически если B у нас записывалось как A умножить на KS плюс KA деленное на 2 то отсюда следует что модуль B у нас будет записываться как модуль A в квадрате на KS плюс KA по модулю в квадрате делить на 4 ну вот это значит что нужно теперь взять выражение для суммы KS плюс KA и записать вот этот вот эту сумму значит KS плюс KA у нас выписано вот здесь значит как что у нас этого при возведении по модулю в квадрате останется значит ясно что это экспонент это по модулю просто равна единице здесь двойки выйдут вынесется здесь будет разность мю квадрат минус лямбда квадрат и здесь соответственно будет возведено все в квадрат поэтому я пишу сразу то есть я пишу 4 мю квадрат минус лямбда квадрат все в квадрате умножить на синус квадрат мю а и косинус квадрат мю а вот дальше делим ну здесь тоже четверку я запишу как вот от этой четверки и теперь нужно посмотреть что у нас знаменатели знаменатели у нас здесь такая же конструкция с произведением синус на косинус но мы давайте сразу заменим заметим что это уже синус двойного угла поэтому нам фактически нужно будет ну вот здесь вместо этого произведения синус двойного угла писать само это число оно чисто действительное а вот это слагаемое чисто мнимое потому что лямбда мю это у нас действительные числа здесь все действительное и только вот мимая единица дает чистую мнимость соответственно модуль вот этого числа в квадрате это просто вот это слагаемое в квадрате плюс это слагаемое в квадрате без учета знак знак у нас станет плюсом значит давайте так и писать это будет 1 4 синус квадрат 2 мю а начну 1 4 потому что я это вот на логичным образом заменил умножить на лямбда квадрат плюс мю квадрат значит и плюс и к вам до квадрат мю квадрат на косинус квадрат 2 мю а вот это мы вот здесь двойной угол использовали значит в данном случае все заканчивается теперь что мы должны еще сделать ну вот здесь вот стоит тоже двойной угол ввести и получить такое выражение что да здесь у нас еще на модуль а квадрате надо не забыть поскольку вот она здесь была значит в итоге получаем что тоже модуль квадрат в итоге получаем что модуль b в квадрате это есть модуль а в квадрате умножить на мю квадрат минус лямбда квадрат все в квадрате на синус квадрат 2 мю а значит это все вот свернули а здесь у нас будет следующее четверку внесем сюда здесь я пишу синус квадрат 2 мю а здесь у нас лямбда квадрат плюс мю квадрат плюс а вот здесь этот косинус я разложу как единица минус синус квадрат поэтому здесь будет 4 лямбда квадрат мю квадрат это от четверка вот сюда минус 4 лямбда квадрат мю квадрат на синус квадрат 2 мю а значит после чего мы видим что вот этот синус с вот этим синусом можно вынести здесь у нас здесь у нас квадрате здесь тоже должно быть в квадрате потому что мы возведили это в квадрат вот это надо было возвести в квадрат вот ну и соответственно мы получим модуль а в квадрате здесь мю квадрат минус лямбда квадрат на синус квадрат 2 мю а делить здесь у нас давайте так запишем 4 мю квадрат лямбда квадрат здесь когда мы этот квадрат раскроем там будет перекрестный множитель 2 мю квадрат лямбда квадрат с вот этим 4 лямбда квадрат мю квадрат оно перейдет фактически в полный квадрат разности поэтому здесь пишем просто лямбда квадрат минус мю квадрат в квадрате на синус квадрат 2 мю а вот и это фактически уже можно считать окончательное выражение для вот связи b квадрат и а квадрат вот значит делаем аналогичную вещь для модуля f квадрате модуль f квадрате у нас должен быть записываться как модуль а в квадрате умноженное на к с минус к а по модулю в квадрате деленное на 4 значит смотрим опять что у нас тут было в разнице к с минус к а здесь у нас просто 4 будет 4 лямбда квадрат мю квадрат а здесь знаменатель фактически тот же ну в том смысле что отдельно действительная и мнимая части комплексного числа стоящего в знаменателе такие же как и здесь отличие в том что здесь знак минус вот и ну в общем модули чисел в стоящих знаменателе вот здесь вот и вот здесь одинаковы они отличаются только по фазе модуль этих комплексных чисел поэтому мы сразу запишем что у нас получится лямбда так вот давайте модуль а квадрат лямбда квадрат мю квадрат поминайте достойницы таких же поэтому я здесь сразу пишу 4 мю квадрат лямбда квадрат плюс мю квадрат минус лямбда квадрат в квадрате на синус квадрат 2 мю а получается что у нас есть соответственно выражение для f квадрат и же не для б квадрат потоки для б квадрат и же квадрат же а в квадрате то есть смотрите у нас же а квадрат это поток налетающий gb квадрат это был gb это поток отраженный потом здесь вот у нас яма и вот здесь туда поток уходящий был gf у нас сумма потоков gf плюс gb gb должно давать поток ga то есть это фактически означает что сумма f плюс bf квадрат плюс b квадрат должно дать просто а квадрат то что вот эти слага вот эти со множители у этих потоков одинаковы в принципе не сложно убедиться что действительно модуль б квадрат плюс модуль f квадрат будет равен модулю а квадрат умножить на что умножить фактически на лямбда квадрат минус мю так 5 квадрат мю квадрат в квадрате так здесь на 4 умножить плюс соответственно то что здесь есть мю квадрат минус лямбда квадрат в квадрате на синус квадрат 2 мю а вот ну и собственно видно что числитель и знаменатель одинаковы это просто есть модуль а в квадрате то есть как и должно быть из сохранения потока вот то есть видим что выражение у нас получились правильные теперь давайте запишем модуль c в квадрате чему он будет равен для этого нам нужно фактически также записать как модуль а в квадрате умножить модуль а в квадрате умножить на сумму м а плюс м с м с плюс м а по модулю в квадрате делить на 4 равно модуль а в квадрате умножить давайте теперь смотреть что у нас для суммы имеется значит ну во первых вот сумма м с плюс минус м а видим что если здесь сумма то здесь у нас должна быть разница модуль этого числа единица значит знаменатель в числитель у нас просто вот это число в квадрате то есть лямбда квадрат на мю минус лямбда в квадрате вот ну а здесь у нас такое же число как и в случае было с разницей кс поэтому здесь сразу просто запишем его с учетом вот этой четверки сразу запишем тот знаменатель который был здесь потому что это то же самое 4 мю квадрат лямбда квадрат плюс мю квадрат минус лямбда квадрат все в квадрате на синус квадрат 2 мю а вот ну и соответственно аналогично запишем здесь модуль д в квадрате потому что он будет такой же отличаться будет только знаком соответственно лямбда квадрат на мю плюс лямбда в квадрате делить на ту же самую тот же самый знаменатель мю квадрат минус лямбда в квадрат в квадрате на синус квадрат 2 мю а вот то есть таким образом у нас получены все квадраты амплитуд всех для всех областей и если говорить о потоках потоки вероятности говорить о вероятности преодолеть весь это всю эту потенциальную яму нашу то есть говорить о вероятности оказаться за барьером это значит что нам надо посчитать фактически отношение модуля квадрат f к модулю квадрата а и это будет вот вот это выражение то есть 4 лямбда квадрат мю квадрат деленное на 4 лямбда квадрат мю квадрат плюс ну здесь разница квадратов лямбд квадрате на синус квадрат 2 мю а вот и мы это можем уже упростить ну просто разделить в числитель и знаменатель вот на числитель фактически 1 плюс здесь мю квадрат минус лямбда квадрат делить на 2 мю лямбда вот так я запишу в квадрате на синус квадрат 2 мю а значит вот это результат который соответствует вероятности прохождения частицы нашего потенциальной ямы вот некий такой это основной основной результат который в этой задаче как правило интересует но помимо этого мы получили также выражение фактически для потоков частиц вот отраженной прошедшей ну и вот здесь тоже вот это вот gd и gc потоки влево и вправо внутри ямы то есть на этом основная расчетная часть этой задачи можно считать завершена и дальше можно остановиться на том чтобы немножко проанализировать вот вот это выражение какие у него есть особенности запишем в вероятное выражение для вероятности прохождения нашего нашей ямы с использованием вот принятых нами в начале обозначение до чисел лямбда и мю ну вот подставим эти обозначения в нашу форму в итоге у нас получится что вероятность это единица делить здесь у нас будет единица плюс значит разница квадратов мю квадрат минус лямбда квадрат или лямбда минус мю без разницы это у нас будет фактически только у то есть мю квадрат минус лямбда квадрат е сокращается коэффициенты 2м на h квадрат они здесь сами уйдут поэтому у нас останется просто у 0 в квадрате знаменатель у нас что остается знаменатель у нас значит будет 2 корень из е умножить на е минус у 0 и все это должно быть возведено в квадрат вот так вот ну а здесь у нас будет синус квадрат ну здесь вместо мю мы должны записать вот этот корень 2м на е минус у 0 делить на h квадрат нужно на а вот значит вот получается вот такое выражение для вероятности прохождения через нашу такую потенциальную яму или же барьер если высота его меньше чем энергия на летающей на летающей частицы вот значит что мы здесь можем сказать во первых мы видим что эта вероятность зависит понятное дело от размера ямы от глубины его и от энергии частицы и при чем эта зависимость эта зависимость не монотонная то есть наша вероятность это вероятность прохождения она может при определенных параметрах ямы и энергии достигать вообще единичного значения то есть частицы будет пролетать как будто бы вообще это яма не замечает вот это будет в таких случаях когда синус будет равен нулю это синус равен нулю у нас вероятность единицы будет ну или наоборот когда синус будет равен наоборот наоборот минус единицы у нас здесь выражение будет соответственно для вероятности принимать наименьшее значение ну давайте найдем условия когда по равняется единице когда вероятность равна единице на это происходит тогда когда синус от ну фактически синус квадрат от двух значит здесь корень из 2 м е минус у 0 на h квадрат на а когда это когда это выражение равно нулю когда оно равно нулю тогда у нас соответственно вероятность будет равна единице это означает в свою очередь что вот аргумент синуса должен быть равен пи n значит 2 умножить на корень из 2 м е минус у 0 делить на h квадрат умножить на а это должно равняться пи умноженное на некоторое n где n у нас принадлежит множеству целых чисел вот ну естественно что если n у нас будет равно нулю в этом случае тогда будет приводить к тому что е минус ну если будет равно у 0 то у нас и вот здесь в общем давайте просто будем здесь иметь ввиду что n равно 1 2 3 и так далее то есть общность от этого не изменится будем считать что вот так соответственно если это возвести в возвести в квадрат мы можем получить выражение для энергии частицы допустим яма имеет заданные параметры а энергию частицы мы можем варьировать тогда мы запишем вот так вот энергия частицы от номера вот этого n будет записываться следующим образом это у 0 ну то есть мы это все возведем в квадрат перенесем получим у 0 плюс после возведения в квадрат у нас будет пи квадрат n квадрат h квадрат разделить на 2 м ну а здесь 2 2 а в квадрате вот так вот так h квадрате значит вот получается выражение для энергии частицы такие что частицы проходят через эту яму без отражения в принципе не сложно понять что увидеть отсюда что поскольку вот это выражение ну по-другому это получается что 2 мю а равняется пи n это означает что у нас длина волны вот частицы в области ямы она соотносится определенным образом с длиной этой ямы давайте увидим значит отсюда следует что мю n это пи n деленное на 2 а с одной стороны а с другой стороны поскольку само мю у нас имеет смысл волнового числа то мы можем сказать что длина волны это 2 пи делить на мю n это и есть длина волны для нашей ну длина нашей волны вот в области ямы получим следующее что 2 пи на ламда n равняется то есть чтобы перевернуть это будет 2 пи делить на пи n умноженное на 2 а то есть 2 а деленное на н умноженное на 2 другими словами это эквивалентно тому что 2 а равняется вот 2 пи делить на мю n умноженное на н пополам вот так вот то есть длина ширина ямы ширина ямы она кратно кратно полу волне значит половине длины длины волны вот в этой яме то есть если энергия частицы такого что когда она влетает в яму ее длина волны вот здесь вот такова что здесь укладывается целое число полуволн то такая то такая частица при этом частица такой энергии пролетит в нашу яму без без отражения то есть вероятность будет равна единице вот вот такой вот результат ну и следующее давайте p соответствующие минимуму найдем p соответствует минимуму тогда когда синус модуль синус равен единице то есть во первых сам этот p минимум будет чему равен это единица деленная на единица плюс у ноль квадрат деленное здесь 4 е на е минус у ноль вот и синус мы в единицу заложили так и условие здесь какое что ну давайте так синус я через два мю а запишу должен быть равен плюс или минус единице вот это означает что 2 мю а у нас должно равняться пи на 2 плюс пи н вот тогда у нас будет либо плюс либо минус единице отсюда следует что ну например если мы будем говорить о длинах волн то это значит что мю у нас должно равняться пи 2 н плюс 1 делить на а на 2 а вот то есть здесь мы под общий знаменатель так 2 пи плюс 1 еще еще умножить надо вот так вот отсюда мы получим что 2 пи на мю н что 2 пи на мю н у нас будет равняться значит 2 пи делить на пи умноженное на 2 н плюс 1 и здесь умножить 2 пи на 4 а откуда следует что 2 пи отсюда следует что 2 а отсюда следует что 2 а должно равняться 2 пи на лямбда 2 пи на мю н вот и умножить на 2 н плюс 1 1 деленное на деленное на деленное на на 4 на 4 это значит что в этом случае у нас ну дальше это будет так 2 пи на мю н здесь будет н на 2 плюс 1 четвертая получается что эти минимумы достигаются тогда когда вот длина нашей ямы ну фактически она кратно четверти длины волны ну можно сказать по-другому что двойная ширина нашей ямы вот так вот двойная ширина ямы у нас получается будут будет крат кратно двойная ширина ямы будет кратно полу половине длинной волны то есть если на двойную ширину ямы укладывается половина длины волны то есть тогда у нас получается отражение прохождение наименее вероятно наверное это можно понять с той точки зрения что если у нас вот на такой двойную ширину приходится то есть приходится половина длины волны то то волна как бы пришедшая такое двойное расстояние приходит сюда в противофазе поэтому получается что отраженная волна складывается здесь в противофазе вот с приходящей сюда вот так то есть что-то похожее на это получается вот но тем не менее это вот такие уже некие качественные такие наблюдения вот которые ну вот можно отсюда получить ну а точные выражения они вот такие то есть таким образом видим что в случае с такой ямой результат прохождения частицы над этой областью он носит ну такой очень не монотонный характер и ну понятно что это следствие волновой природы частицы и то что вот мы описывали ну явным образом это показывает с точки зрения каких-то аналогии с оптикой можно сказать что это задача в чем-то аналогично поведению светового излучения в интерферометре Фабри Перо то есть отражение на границах аналогично отражению света вот на границах на границах вот интерферометра Фабри Перо как в оптике вот ну тем не менее здесь у нас получилось вот нечто похожее этот результат один из одно из применений где этот результат находит ну некое такое практическое скажем практическую свою реализацию это так называемый опыт Рамзаура или эффект Рамзаура когда в инертном газе у нас есть электроны предварительно разогнанные и вот эти электроны рассеиваются на атомах инертного газа и оказывается что вероятность пройти этим электронам через такое облако вот например атомов аргона оно не монотонным образом это вероятность прохождения не монотонным образом зависит от энергии налетающих вот этих вот электронов ну понятно что более строго такую ситуацию надо рассматривать в рамках трехмерной геометрии тем не менее если очень формально представить себе что у нас есть это атом и мы рассматриваем движение электрона как бы через его диаметр то в каком-то смысле взаимодействие электрона с таким атомом вот при его движении через диаметр мы можем ну с известной мерой приближения значит описать как вот некая такая потенциальная яма вот и при этом мы должны получить что основной результат который мы тут можем получить это не равномерность вероятности электрону пройти через такую яму то есть он с какой-то вероятностью будет при каких-то энергиях лучше отражаться при каких-то хуже соответственно это экспериментально наблюдаемая ситуация и действительно можно увидеть что электроны в реальном опыте действительно ведут себя таким не монотонным образом вот и даже определить некие параметры которые ну вот параметры вот этой эффективной ямы если мы будем знать ну скажем то напряжение когда частица у нас то ту энергию частицы при котором у нас наблюдается минимум прохождение и максимум например вот уже из двух таких значений можно в принципе определить некие усредненные вот такие параметры такой ямы вот таким образом данная задача вот находит свое применение вот в такой реальной ситуации вот ну на это можно закончить с задачей о прохождении частицы над барьером над ямой или над барьером и следующее что мы рассмотрим это будет уже действительно прохождение частицы через барьер высота которого выше чем энергия на летающей частице на летающей частице на летающей частице на летающей частице